Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость знает, как каждый может слышать голос Бога и даже атеист. Если вам интересно, смотрите далее. Я думал своим умом во всех сферах жизни. Об одной из них я ничего не знал, пока не обнаружил сферу, где истина совсем не такая, какой она кажется. Это сфера, где истина становится реальностью. Более 50 лет я исследовал мир сверхъестественного. Каждый миг ведет к главному событию. Миллионы евреев по всему миру будут спасены. Бог желает, чтобы все поверили и никто не погиб. Это называется величайшая слава. Я хочу задать вам вопрос, а верите ли вы величайшую славу? Это сверхъестественно. Моя любимая часть программы. Добро пожаловать, Дух Святой. Приди и касайся всех. Итак, мой гость Эд Раш, один из лучших летчиков-истребителей в школе Топ Ган. Он потерпел неудачу еще в раннем возрасте в детском саду. По его словам, это получилось только у него. Итак, Эд, расскажи-ка, как же именно это произошло? Я был спасен 8 лет, это произошло как раз после моей неудачи в детском саду. Как вы сказали вначале, у меня четверо детей. Моя дочь недавно закончила ходить в детский сад. В документе об окончании написаны занятия, например, уроки с кубиками, уроки, где читают сказки, есть даже урок для дневного сна. Я подумал, насколько нужно быть глупым, чтобы провалить такое обучение. Это сложно понять, я научился давать простое объяснение вещам. Я был не из самых умных, мне пришлось все упрощать для себя. Это помогло мне не только закончить детский сад, но и выучиться в колледже. Я поступил в морскую пехоту, потому что меня взяли только туда. В итоге оказался в кабине истребителя. Из меня вышел очень хороший пилот. Мне пошло на пользу упрощенное объяснение. Я всегда говорю, если хотите управлять F-18, вот что нужно знать. Тяните ручку управления вперед, и дома становятся большим. Тяните ее назад, дома уменьшаются. Это просто. Я закончил школу Top Gun, стал очень хорошим пилотом, и оказался в ситуации, в которой большинство пилотов надеются никогда не оказаться. На самом деле этого не происходит с большинством. Если вы видели первую часть фильма Top Gun, то помните сцену, где Маверик теряет контроль над истребителем F-18? Я терял контроль над F-18, причем дважды. Когда вы потеряли контроль, вы просто выпрыгнули с парашютом. Одним из вариантов той ситуации было выпрыгнуть из самолета. Говорят, что лучше болтаться в парашюте, чем петь с ангелами. Я поступил по-другому. Я решил вывезти самолет из этой ситуации. Я летел с очень молодым студентом. Когда с вами летит студент, а вы закончили школу Top Gun, то стараетесь показать, насколько вы хороши. В тот день у меня это не получилось. Вот что мы сделали. Представьте, что мои руки — это самолеты. Мы разделились на расстоянии 5 километров, развернулись и пролетели мимо друг друга на скорости 1500 км в час. Затем мой студент взлетел вертикально с перегрузкой 8G. Я взлетел вертикально с перегрузкой 8G. Что такое 8G? Возьмите вес своего тела и умножьте на 8. Например, ваш вес 90 килограммов, умножьте на 8, и вы теперь весите 720 килограммов. Сколько вы ощущаете на ускорении 8G? Кровь приливает к нижней части тела, можно потерять сознание при такой нагрузке. Мы, пилоты, конечно же, натренированы для такой нагрузки. Мы со студентом пролетели мимо друг друга. Он повернул налево, что было правильно. Я решил проделать маневр очень высокого уровня. Если бы у меня получилось, то день бы удался, хотя вы понимаете, что я не был готов. Случилось вот что. Мой самолет поднялся резко высоко носом. Я потерял скорость и все идеи одновременно. Самолет имеет прекрасную систему управления. Но когда крылья не разрезают воздух, мы уже нелетимо падаем. Мой самолет начал резко падать. Я взглянул на экран. Я находился на высоте 6 километров над морем. Это было Японское море, одно из наиболее кишащих акулами в мире. Поэтому выпрыгивать из самолета было нельзя. Но я падал со скоростью 6 километров в минуту. Я провалил детский сад, но математику все-таки знал достаточно, чтобы понять, когда вы на высоте 6 километров и падаете на скорости 6 километров в минуту, то у вас есть всего одна минута, чтобы успеть взять контроль над самолетом. Мне было 27 лет, я не был женат, вся жизнь была передо мной. Самолет, кстати, стоит 40 миллионов долларов. Не хотелось бы возвращать его в плохом состоянии налогоплательщикам, и умирать не хочется. Два момента соревнуются по значимости. В тот момент, когда мой самолет был неуправляемым, меня уносило вниз, расстояние уменьшалось, и я слышал голос, голос моего инструктора. Он сказал мне, «Хэт, если ты когда-то потеряешь контроль над F-18, отпусти управление». Я помню этот голос, он не прозвучал громко, мне нужно было принять решение, доверять себе и попытаться вывести самолет из этой ситуации или довериться своему обучению и отпустить управление. Вот как это происходит. Управление F-18 — это электронная система контроля, и когда она правильно работает, то способна вывести самолет из сложной неуправляемой ситуации очень легко, потому что компьютер знает лучше, чем пилот. И кто бы то ни был, разумный искусственный интеллект. Да, когда вы отступаете, компьютер вступает и решает проблему глупого пилота. И он решил. Мой самолет падал, и я отстранился от управления, был похож на летящую черепаху, отпустил дроссельную заслонку, и на высоте трех километров мой самолет находит центр, выходит из пике, что хорошо, это значит, что крылья начинают разрезать воздух. И на высоте двух километров я восстанавливаю контроль над самолетом. Очень нервный пилот и очень пристыженный, потому что мой студент наворачивает круги на высоте шести километров, наблюдая, как его глупый инструктор вот-вот разобьется. Но я выжил, в первую очередь, из-за хорошей программы. Сегодня мы говорим о том, как разговаривать с Богом. Мне нравится говорить людям, что Бог создал нас с прекрасным программным обеспечением в голове. Наша задача соединить его с божественным интеллектом. Эд придерживался доктрины цесоцианизма. Это учение о том, что чудеса и дары Духа прекратились со смертью последнего апостола. Но затем он начал учить всех, даже атеистов, как слышать голос Бога. Теперь расскажите нам, пожалуйста, об этом. Как это было? Вы уже сказали, что это люди, которые не верят в духовные дары. Я верил в Троицу, Отец, Сын и Святая Библия. Я ничего не понимал о работе Святого Духа. Когда я оставил морскую пехоту, я начал заниматься бизнесом. Я был предпринимателем, создавал компании и продавал. Я был успешным. На поверхности все выглядело прекрасно. Внутри все было по-другому. Можно сказать, я был пустой внутри. А если вы видели открытки Холмарк, когда их открываешь, внутри ничего нет. Эти открытки пустые внутри. Я себя ощущал так. Если бы вы взглянули в мою душу, то увидели бы, что несмотря на то, что я был верующим, я был мертвый внутри. Я притащил себя в кабинет психолога, не потому что я хотел этого. Я не хотел. Не потому что я думал, что поможет. Я не думал, что мне смогут помочь. Я сделал это из-за полного отчаяния. Я пришел в кабинет, нас было там трое. Я психолог и его ассистент с блокнотом. Мы втроем находились в кабинете размером с чулан для инвентаря. Я сидел в кресле-качалке со старой кружкой с кофе. Психолог попросил меня сделать что-то очень странное. Он сказал, «Эд, я хочу, чтобы вы спросили Бога, в какую ложь о себе вы верите». Вот чего я точно не ожидал. Услышаться. Интересно. Если бы я мог, то вышел бы из кабинета немедленно. Во-первых, я знал, что Бог не будет со мной говорить, потому что Бог не говорил с людьми. Во-вторых, если он вдруг заговорит, то я не хочу услышать то, что он скажет, потому что он наверняка скажет, что он сильно разочарован или недоволен тем, как я жил до того момента. Поэтому я искал способ уйти оттуда. Но я заплатил за час, поэтому пришлось остаться на час. Я задал этот вопрос. Не потому что думал, что это сработает, но потому что меня попросили сделать это. Я спросил, «Боже, в какую ложь о себе я верю?» И затем я услышал его голос. Он сказал мне, «Это тот, кто не слышит его голос, когда он говорит, у него есть способность прорываться сквозь помехи». Он сказал мне очень четко, «Ты веришь, что ты один». И именно в этот момент мой разум перенесся в сферу духа. Это была ложь, в которую вы поверили тогда. Он сказал, «Ложь, которую ты веришь, это что ты один». В этот момент дух мой был перенесен во времени, в момент, когда мне было шесть лет. Я сижу на заднем сидении в машине, без ремня безопасности. Мама сидит впереди тоже, без ремня безопасности. Мой отец стоит на обочине дороги, и они ведут напряженный разговор о разводе через открытое окно и о том, кто будет платить за мою вторую попытку после первой неудачной попытки. Мама кричит на отца, отец кричит на маму. Два прекрасных человека, просто время было тогда трудное. В гневе мама выбрасывает заявление из окна машины, оно летит, а она уезжает на машине. Немного проехав, сидя в машине сзади, до сих пор по неизвестной мне причине я кричу «Остановись». Она останавливает машину, я открываю дверь и начинаю поднимать бумаги, которые вылетели. Я вижу все это в духе. Я слышу, как говорю сам себе шестилетнему «Я полагаю, теперь ты совсем один». Эти слова стали для меня как будто исполняющимся пророчеством. Система самосохранения для выживания, повторяющаяся снова и снова. Из-за этого мне было трудно установить близость с женой, было очень трудно иметь эмоциональную связь с детьми, мои сотрудники все время менялись. Идея того, что я один, стала темой моей жизни. И вдруг я вижу, что это ложь. Я возвращаюсь в кабинет, психолог смотрит на меня и говорит «Теперь я хочу, чтобы вы спросили Бога, а в чем истина?» Всего было два вопроса. «Ну да, в чем ложь и в чем истина?» Когда он попросил задать второй вопрос, в тот момент я уже не сомневался, стоит ли. Я слышал голос Бога. Он привел меня к этому моменту. Бог ясно проговорил ко мне и во второй раз. Он сказал, «Ты никогда не был один. Я всегда любил тебя». Затем он сказал, «Я горжусь тобой». Это тронуло мое сердце, потому что я думал, что он скажет, что я его разочаровал. Тогда он опять перенес меня в тот момент на заднее сидение в машине. Я вижу бумаги, летящие в окно. Я кричу, «Остановись!» Я выхожу из машины, иду поднимать бумаги и вижу, что позади меня Иисус выходит из машины и начинает поднимать бумаги рядом со мной. Бог Вселенной поднимает их со мной. Затем я оказываюсь опять в машине. Иисус сидит рядом со мной. Мы уезжаем с мамой и Иисусом на заднем сидении. Я думаю, как странно думать, что ты один, когда Иисус с тобой на заднем сидении, когда тебе шесть лет. Надежда. И все это началось с двух вопросов. Я говорил вам, что этот человек знает, как можно просто услышать Бога. Уберите помехи. Когда мы вернемся, это помолится за вас, чтобы вы слышали Бога. Ясно? И так же легко, как и тот атеист, о котором вы потом услышите. Мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Все это о вас. Дорогие друзья, скоро на телеканале Вера 24 состоится молитвенный марафон обновления. Знаковое событие осени, где соберутся вместе епископы, пасторы и левиты, чтобы в прямом эфире объединиться в горячей молитве за зрителями. Делиться Словом Божьим, пророчествами, от всего сердца прославляя Создателя. Время марафона всегда наполнено чудесами. Верьте, что Господь непременно услышит и проявит себя могущественно. из разных городов и студий телеканала будет звучать благая весть для всех. Бог приглашает вас в новый сезон. Примите истину о себе. Погрузитесь в любовь Отца. Познайте радость искупления. До встречи на марафоне обновления 17, 18 и 19 сентября с 17.00 по московскому времени. Эд, я очень хочу, чтобы вы рассказали об атеисте, который услышал голос Бога. Это как-то в голове не укладывается, не так ли? Вначале я не хотел говорить с Богом, а потом все изменилось, и я начал учить со сцены огромные толпы, между прочим, бизнесменов. Это не было обычным служением, полные залы атеистов, буддистов, христиан, мусульман и так далее. Я обычно учил около часа или полутора в начале, чтобы подготовить аудиторию. Затем я просил их задать вопросы Богу. Некоторые были похожи на те, что вы услышали в моей истории. Однажды женщина по имени Майя пришла позже на полтора часа. Она опоздала. Люди иногда приходят с опозданием. Когда она вошла, я просил всех взять ручку и задать Богу вопрос. Я попросил задать Богу один вопрос. Эта женщина была атеисткой, она не верила в Бога, потому что, когда ей было пять, ее отец стал сексуально ее домогаться. Это продолжалось 12 лет до самого колледжа, когда ей исполнилось 17. Можете представить боль ее, сердце и смятение? В тот момент она приняла два решения. Она будет работать очень усердно, она стала одним из известнейших адвокатов в стране и серфером на больших волнах. А еще она не верила, что есть Бог, потому что если земной отец к ней так относился, то насколько хуже относился бы тот, кто имеет власть. Она из тех атеистов, которые хотят и других убедить в этом же. И вот она приходит на нашу встречу, когда она входит, то слышит, как я предлагаю всем задать Богу один лишь только вопрос. Она разворачивается и уходит, да? Она сказала, что каждая клетка ее тела кричала «Уходи!» должен отдать ей должное за ее любознательность, потому что она села. Она сказала, что села, чтобы задать вопрос своему подсознанию. Но мы знаем, к кому она обращалась. Как только она задала вопрос Богу, первый вопрос, данный мной, в какую ложь о себе вы верите, Бог пришел и сказал, ты веришь, что ты некрасивая, недостойная и что ты больше мне не нужна. В этот момент атеист услышал голос Бога. Я задал второй вопрос, в чем истина о вас? Посреди тишины, темноты, боли, мучений, этой трагедии, посреди всего этого Бог сказал, я всегда любил тебя, Майя, ты красивая в мои глаза, и я люблю тебя. И сразу же цепи разорвались. Она не рассказывала никому о себе 40 лет, ни одному человеку. Сердце ее начало исцеляться, ее отношения начали развиваться с Небесным Отцом отношения лицом к лицу. Удивительно, как исцелилось сердце этой женщины. Она никому не рассказывала, но три месяца спустя она уже стояла на сцене на моей следующей встрече перед сотнями человек и рассказывала о том, что с ней произошло, о лжи, о всех слезах, а также и о любви, о том, как Бог встретился с ней лицом к лицу три месяца спустя. На той встрече у многих была похожая история. Люди пытались убежать и спрятаться от Бога. Их Бог исцелил на той встрече. Исцеленные люди исцеляют других. Удивительно, когда вы слышите Бога, когда люди встречаются с Богом лицом к лицу. Это самая лучшая евангелизация на земле. Вам только нужно начать, а дальше они уже сделают все сами. Даже можете в этом и не сомневаться. Вы учите слышать Бога, даже не верующих. Когда они слышат Его, они уже не неверующие. Ведь так удивительно. Когда я был цисоцианистом, я учел, что только Божий народ может слышать Его. Это неправда. Эта идея пришла из ада. Бог может говорить и через осла. Если он хочет поговорить с кем-то, он поговорит. Из опыта скажу, что в некоторых случаях мне легче организовать разговор неверующего с Богом, чем верующего. Потому что часто мы забиваем себе голову тем, что мы не можем делать. Хочу сказать вам, если я могу научить неверующего, как говорить с Богом, то могу научить и вас, как говорить с Богом. Уж поверьте, научите. Вы сможете, да? Прямо сейчас. Во-первых, вам нужно знать, что вы созданы. Когда я говорю созданы, я не имею в виду только духовную честь. Вы созданы быть связанными с Богом не только духовно. Вы созданы быть связанными с Богом физиологически, умственно, психологически. Сегодня исследователи наблюдают что-то удивительное в нашем мозгу. В нем есть центр, я называю его сверхсознанием, но есть специальное название для этого. Он буквально загорается, это видно на МРТ. Они могут увидеть центр вашего мозга, когда вы молитесь. Когда вы молитесь, часть вашего мозга буквально загорается, как рождественская елка, а затем это продвигается к другим областям мозга. Поймите, вы были созданы, чтобы быть связанными с Богом на биологическом уровне. Самое важное, что вы можете сделать, это установить связь с Богом в общении и убрать с дороги свои фильтры. Это самое важное, о чем я учу. Очень важно сделать следующее. Задать Богу вопросы. Я скажу, какие вопросы задавать и записать ответы, но не редактируйте их. Просто позвольте Богу говорить. Он может сказать вам что-то интересное, но, возможно, и странное, что будет понятно позже. Но нет ничего подобного хождению с Богом и общению с Ним через разговор. И это изменит вашу жизнь полностью. Большинство людей, которые делают то, чему вы учите, слышат настоящий голос, или это похоже на мысли. Я советую людям записывать все, что они слышат, видят, осязают и чувствуют. Неважно, голос это или мысль, правильно, запишите все. У вас есть разные чувства. Бог любит говорить через все эти чувства. Иногда люди видят картинку. Кто-то, как я, видит воспоминания. Очень часто вы слышите тихий голос в разуме, который похож на вас, потому что вы дух, Бог дух, и вы слышите от своего духа, что Бог говорит вам. Поэтому голос иногда выглядит как вы. Иногда это слышимый голос Бога. Это выглядит так. Первый вопрос, в какую ложь я верю? О, заканчивайте предложение сами. В какую ложь о себе, о Боге, о прошлом, о деньгах я верю? Можно спрашивать о любой теме. Второй вопрос, в чем истина? В чем истина обо мне, о деньгах, об этой программе? Второй вопрос, об истине. Это очень важно. Когда вы задали вопрос, нужно сделать что-то с ответом. Это касается нейронной перекодировки разума. Возьмите ответы, сделайте из них утверждение, чтобы ваше подсознание смогло обратить их в процесс, который принесет результат вашей жизни. Когда вы сделаете так, то увидите, что, во-первых, ваш мозг перенастроит себя с физической и неврологической стороны. Можно увидеть много материала, где видно, как мозг людей буквально перенастраивает себя, когда они думают по-новому, по образу Божьих мыслей, имея разум Христов. Во-вторых, когда вы думаете по-другому, в вашу жизнь приходят другие результаты. Если вы хотите другие результаты на вашем банковском счете или в отношениях, или со здоровьем, или еще в чем-то, нужно сделать то, что сказал Павел. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Натренируйте свой ум думать по-другому, и тогда будет результат. Вы выросли в христианской семье, и у вас есть вера, но не было личного опыта с живым Богом. Ваше время уже пришло. Он изменит вас и всю вашу жизнь, и ваши отношения. Повторите эту молитву вслух искренне. Скажите так, дорогой Бог, повторяйте, прости меня за все мои грехи. Я благодарю тебя за твою кровь, за то, что твоя кровь делает меня абсолютно чистым. И теперь, когда я чист, приди и живи во мне. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Теперь ты все для меня. Наполни меня своим Святым Духом. Дай мне слова, чтобы выразить, как сильно я люблю тебя, потому что я люблю тебя, Господь. Аминь. Эд, помолитесь за всех, кто смотрит нас, и кто находится здесь, в этой студии, чтобы они ясно слышали Бога. Я помолюсь за вас, а после вы услышите Бога. Обязательно. Бог хочет разговаривать с вами. Отец, молюсь за тех, кто смотрит и слушает сейчас. Я почитаю их перед тобой за их желание слышать себя. На протяжении всей программы я чувствую это желание слышать себя, Отец. Ты сказал в 36 Псалме 4 стихе «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Господь, прошу, чтобы ты исполнил это обещание. Для тех, кто слушает и смотрит сейчас, исполни желание их сердец слышать себя. Иисус, Ты сказал «Овцы Мои знают голос Мой». Мы высвобождаем способность слышать. Открой уши, открой также и разум, Его программное обеспечение, чтобы они могли слышать тебя очень ясно. Отец, прошу, чтобы они не только услышали тебя, но использовали то, что услышали, чтобы изменить мир, который нуждается в этом, чтобы исполнить то, для чего Ты призвал их. Тогда жизнь в этом мире уже не будет прежней. Аминь. Дорогие друзья, команда ТБН от всего сердца благодарит вас за поддержку нашего служения. Мы молимся о том, чтобы каждый из вас был благословен Богом, наполнен Его благодатью и миром. Провозглашаем изобилие в вашу жизнь. Вместе мы сможем сделать еще больше. . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok